Церковь прославила святых новомучеников и исповедников российских в 1981 году. Произошло это в США, в городе Нью-Йорке во время архиерейского собора Русской Православной Церкви за границей. На иконе собора святых новомучеников и исповедников российских в чине иерейском, третьем справа от святого праведного Иоанна Кронштадтского, запечатлен священник в камеловке и светлом облачении с крестом и евангелием в руках. Это протеерей Измаил Рождественский, ревностный пастрец Церкви Христовой, убитый боговорцами в 1937 году. Несколько строк посвящено ему в труде протопресвитера Михаила Польского, являющимся фундаментом магиографии святых новомучеников и исповедников российских. Всего несколько строчек, потому что память о таких адамантах веры стирала всеми силами беззаконная московская патриархия. Именно сергиане руками богоборцев расправились с исповедниками православия, со свидетелями их беззаконий и потом постарались уничтожить саму память о них. Подвижники веры, жившие наиболее близко к нашему времени, чей подвиг отвечает угрозам и нашего дня тоже, дают нам пример верности Церкви и показывают образ действия. Память о них должна быть сохранена. Измаил Васильевич Рождественский родился 10 июня 1894 года в селе Хубец Крестецкого уезда Новгородской губернии и был вторым сыном из шести детей потомственного священника, настоятеля церкви в села Перегино. Примечательно, что из Крестецкого уезда был родом и митрополит Антоний Храповицкий, первый иерарх зарубежной церкви. Юность будущего священника Измаила пришлась на тревожное для нашей Родины время. В 1909 году Измаил Васильевич окончил Старорусское духовное училище, а в 1915 – Новгородскую духовную семинарию. В том же году поступил в Московскую духовную академию. Он являлся почитателем святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. В 1916 году по случаю военного времени отбывал воинскую повинность в студенческом батальоне в Нижнем Новгороде. После окончания академии в 1919 году 25-летний Измаил Васильевич отправляется в свою первую духовную школу – Новгородский Антониев монастырь. На его территории была расположена старейшая духовная семинария, которую он закончил. Там Измаил Васильевич становится регентом церковного хора. Отметим, что история семинарии была очень длинной. Основана она была в 1740 году, а среди питомцев ее первого выпуска был Тихон Задонский. В 1918 году семинария была закрыта, а в 1920 был закрыт и Антониев монастырь. Измаил Васильевич вступает в брак с Марией Васильевной Тритинской и рукополагается в освящении, как Спасо-Преображенскому Тихвинскому собору. Проживал отец Измаил в Тихвине на улице Новгородской, дом 8, дом Желтякова. Отметим, что Спасо-Преображенский собор был построен в 1748 году на месте прежних деревянных храмов, построенных в XVI и XVII веках. В 1929 году собор был закрыт и превращен в кинотеатр. Колокольня была взорвана. Но вернемся в 1921. Необходимо отметить, что для того времени принятие священного сана было уже само по себе подвигом исповедничества. И вот очень скоро, уже 1 июня 1921 года, отца Измаила впервые арестовали. И вина его была обозначена так. Контрреволюционная агитация Организатор группы буржуазии и ученых Разложение союза коммунистической молодежи Контрреволюционной проповеди После трех месяцев пребывания в застенках губернской чрезвычайки в Череповце Его освободили с лишением права проживать в Череповецкой губернии. К ней тогда относился город Тихвин. Отец Измаил начинает служить в Москве. Тогда же последовал следующий арест, который произошел в том же 1921 году. Тогда отец Измаил был осужден особым совещанием при коллегии ОГПУ И лишен права проживания в 12 пунктах с прикреплением на 3 года. В начале страшного для Российской Православной Церкви 1922 года Времени издания провокационного декрета об изъятии церковных ценностей Пленений Патриарха Московского Тихона и Организации обновленческого раскола Жители дворцового селения Стрельна обратились к бывшему заведующему придворным духовенством Протопресвитеру Александру Дернову с прошением об утверждении Иерея Измаила Рождественского Священником Стрельнинской Спасопреображенской Церкви. Вскоре был получен положительный ответ владыки. Так, при святительстве новосвященномученика Вениамина, митрополита Петроградского, отец Измаил начал подвиг своего ревностного шестилетнего пастырского служения в Стрельне. Слухи о новом необычайном священнике быстро распространились не только по Стрельне и Петерговскому уезду, но и в бывшей столице. По воспоминаниям членов семьи Макушинских, живших в то время неподалеку от храма, честный взгляд чистых глаз отца Измаила привлекал многих верующих. Порой не все могли попасть в церковь и стояли в саду, не теряя надежды, ждали, пока батюшка выйдет к ним и благословит их. Были среди них и из дальних мест, приходили исцеляться больные и бесноватые. Но отцу Измаилу достаточно было прочитать молитву и приложить святой крест к их губам, чтобы прекратился припадок. В одно мгновение больные становились нормальными, сами становились на ноги, оглядываясь вокруг. Нам не раз доводилось быть свидетелями таких исцелений. Отец Измаил пламенел верой и служением Богу и Церкви Его. Он непримиримо отрицательно относился к обновленцам, как к тем, кто восстал против церкви и служил большевикам-богоборцам. Когда стало очевидно, что проект обновленчества не поддержан народом, большевики запустили новый таран для Церкви Божией. Так в 1927 году возникла ересь сергианства, внешне имевшая вид церкви и основу иерархии которой составляло бывшее православное духовенство. Когда бывший митрополит Сергий Строгородский учинил раскол церкви, сдав декларацию о признании советской власти и о лояльности ей, Отец Измаил был в числе первых, кто в составе Петроградского духовенства подписал акт разрыва с сергианством. Его подпись шла под номером 51. Его брат, священник Михаил Рождественский, был подписантом номер 52. В то время верных чат церкви называли в Петрограде иосифлянами по имени митрополита Иосифа Петровых, старшего архиерея епархии. Богоборцы использовали декларацию Сергия о лояльности как повод к преследованию тех, кто ее не подписал. На допросах исповедников прямо спрашивали об этом. Как относитесь к позиции и действиям митрополита Сергия Строгородского? Поддерживаете или нет? Почему? И так далее. Так раскручивали подследственных на нелояльность, контрреволюционную деятельность и антисоветскую агитацию. Именно сергианство давало основания для этого. Отец Измаил, видя духовную опасность сергианства, насаждаемую им теплохладность, лживость, двуличие, видя его горькие плоды, боязливость и маловерие, понимая наносимый сергианством урон душам верующих и опасность этой ереси для спасения, много и много говорил о сути сергианства, проповедовал, общался с людьми в удушающей атмосфере страха и лжи, смело и громко звучащее слово правды привлекало к пастырю Божию, духовно ищущих, чутких, неравнодушных людей. Отец Измаил призывал паству к верности церкви, к смелому исповеданию своей веры. Вот как описывал проповеди отца Измаила, далеко не сочувствовавший иосифлянам их современник, будущий обновленческий диакон Краснов Левитин. Экстатические речи произносились в Стрельне, где во главе храма стоял популярный в народе священник отец Измаил, известный у противников иосифлянства под именем Стрельненский фанатик. Отец Измаил, высокий, с длинными волосами, падающими с двух сторон до поясницы и во время проповеди развивающимся во все стороны, истошным голосом поносил Сергиевскую церковь, называя ее Вавилонской блудницей, а служение сергиевцев и обновленцев, между которыми он не делал никакой разницы, называл служением сатане. На 33-м году жизни начались мученические испытания протерея Измаила Рождественского. Ночью, 25 февраля 1928 года, священник был арестован в своем доме у церкви в связи с поступлением в ГПУ агентурных сведений о том, что он систематически вел контрреволюционную пропаганду в церкви и разъезжал по домам верующих, настраивая их против сов власти. Потребовалось 4 месяца, чтобы найти двух стрельницев и лжесвидетелей, которые смогли бы подтвердить это обвинение. Один из них, помощник начальника железнодорожной станции Стрельна, приговоренный к 10 годам принудительных работ за кражу мешка овса, показал, что Измаил Рождественский построил себе дом и вообще жил с достатком, выявил себя как враг советской власти, выступив публично с контрреволюционной проповедью в храме 20 ноября 1927 года. Вторая свидетельница показала, что священник сознательно не употребляет слово «Ленинград», а «Петроград» и так далее. Несмотря на письменное ходатайство более 400 прихожан, направивших петицию в ГПУ с просьбой отпустить пастыря, этих двух показаний было достаточно для обвинительного заключения о систематической контрреволюционной пропаганде и постановление о ссылке отца Измаила на Урал сроком на три года. В 1931 году по истечении срока ссылки отца Измаила прикрепили на три года к определенному месту жительства запрещением проживания в пунктах, указанных ему лично. Дом отца Измаила, построенный близ церкви, после его ареста был занят жактом, в него подселили семью милиционера. В дальнейшем в доме священника проживало в разное время от 13 до 18 человек. В свою любимую стрельну отец Измаил не мог легально вернуться и служил священником на Иосифлянском приходе в селе Быстрица Оречевского района Кировской области, вплоть до закрытия там церкви в апреле 1936 года. Отец Измаил пребывал на нелегальном положении, числился в розыске. Неоднократно, скрытно выезжал в Ленинград, где совершал тайные богослужения. 15 мая 1937 года в семье священника родилась дочь, назвали ее Марией, но отец Измаил так и не смог ее увидеть. 31 июля 1937 года в деревне Челово Оречевского района Ленинградской области протоиерей Измаил Рождественский был вновь арестован и отопирован в Киров. Через два месяца Скорый суд особой тройки при УНКВД Кировской области от 29 сентября 1937 года приговорил его к расстрелу по статьям 58.10.58.11 УК РСФСР. Гражданин Рождественский И.В. обвинялся в том, что он организатор церковно-монархического подполья. Будучи одним из руководителей контрреволюционно-монархической организации, проводил у себя на квартире нелегальное сборище, где обсуждались вопросы организационной борьбы с советской властью. Тесно был связан с руководителями контрреволюционных организаций. Убийство праведника свершилось 14 октября 1937 года в городе Кирове. Осеняемый покровом Божией Матери отошел ко Господу, его верный служитель. Какие-либо данные о захоронении тела отца Измаила в его деле, хранящемся в архиве УФСБ по Кировской области, отсутствуют, но возможно, что он был скрытно зарыт вместе с другими жертвами чекистского террора на Петелинском кладбище города Кирова. Вдова отца Измаила, Мария Васильевна осталась одна с годовалой дочери на руках и скончалась от голода в суровую зиму 1942 года. Чудом выжившая дочь отца Измаила, разыскивая на протяжении многих лет сведения о своем отце, лишь в 1997 году получила справку, отчасти раскрывающую тайну бесследно исчезнувшего 60 лет назад отца. В справке значилось. 30 сентября 1967 года постановлением Президиума Кировского областного суда решение особой тройки по 29 сентября 1937 года отменено. Дело в отношении Рождественского ИВ производством прекращено за недоказанностью участия в совершении преступления. Рождественский ИВ реабилитирован. Нужно ли новосвященному мученику лицемерное прощение от власти, убившей его? Еще в 30-х годах отец Измаил, предчувствуя свой мученический исход и зная, как фабриковались дела против гонимых священников, завещал своему младшему брату, священнику Михаилу, в случае его ареста и известия о кончине в тюрьме, якобы от болезни или при попытке к бегству, не верить этому, а знать, что он убит. Вспоминая годы, проведенные в Стрельне, он просил своего брата и сослужителя совершить его заочное отпевание возле надгробия настоятеля Спасо-Преображенской церкви придворного протеерея Николая Кедрова и считать его могилу своим символическим захоронением. В 1967 году, когда возвращавшиеся из заключения реабилитированные узники донесли до отца Михаила Рождественского достоверную весть о смерти его брата, посмертная воля священномученика была исполнена. Могильный памятник протеерею Кедрову сохранился на Стрельнецком кладбище до наших дней. Новосвященномученик Измаил, моли Бога о нас, грешных! Новосвященномученик Измаил, моли Бога о нас, грешных!